добрый вечер дорогие друзья я начинаю на практически вовремя спасибо олегу сошников он помогает ассистирует мне сегодня здесь и помогает нам все вместе работать я уже тоже заскучал по встрече с вами скажите пожалуйста как меня слышно пожалуй обратную связь дать сошников все спасибо спасибо я понял значит сегодня я нахожусь в родных пенатах надеюсь на систему связи которую у нас здесь есть думаю что отсутствие она не по не похуже а не стало хуже вот и нам удастся с вами сегодня достаточно так качественно и полно пообщаться тем более что есть о чем и поговорить и поразмышлять и ну и поделиться информации это очень важно я скажу почему это вот я вчера думал что что шла речь тут одном об одном другом вебинаре значит что такое вебинар вебинар это знаете как инъекции это как система иммунная система ведь люди которые вошли в проект они лояльны проекту но мир полон всевозможной информации кто-то куда-то зовет постоянно зовут даже даже мне тут просачивается информация хотя мне тут и поставлены разные очистительные системы но тем не менее значит и знакомые некоторые которые ну еще как-то забывают что я весь посвящен skyway пытаются куда-то там приглашать и говорит да брось ты ерундой заниматься и смотри какой тут эффект и прочее 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 то есть это все очень сильно на человека влияет и поэтому то я считаю что вебинар это так называемая система вернее это метод и возможность поддержки иммунной так называемой иммунной системы человека для того чтобы находиться в форме и противостоять и как бы идти по тому направлению которое ты выбрал если ты идешь в этом направлении если то что просто прислушивайся ну что ж это твой выбор но тем не менее ты получаешь определенные определенную информацию которая дает возможность тебе ориентироваться в этом мире куда мы вообще идем и в каком состоянии находится то есть туда ли летит наш бронепоезд так что вот такова история друзья значит смотрите о чем мы сегодня с вами будем говорить вот я время нас укрепляет трудности иногда спасибо вячеслав значит смотрите я сейчас буду смотреть какие там вопросы бося будут я просто хочу сказать что сегодня у меня видите какой перечень вопросов здесь значит тут масса вопросов там свои комментарии комментарии по написал значит чтобы не забыть то что мне пришло в голову когда вопрос прочитал вот ну неважно одним словом вопросов много 16 вопросов спасибо алексееву якову он мне тоже помогает значит мы ну скажем так я примажусь к его работе это он подготовил мне вопросы которые приходят из интернета спасибо вам за вопросы в первую очередь мне радует то что вопросы достаточно качественные ну скажем так компетентные нет такого бла-бла-бла уже вот и это говорит о том что люди думают что они спрашивают и стараются быть более компетентными это хорошо таким образом значит давайте быстренько я вам покажу что я хочу сказать жата перспективе я вам расскажу свод вспомним что это такое свод он даже это не анализа свод картинка это сильные слабые стороны возможности и опасности которые могут быть в любом проекте в любом деле каждый человек даже может относительно самого себя провести свод вот я например время от времени провожу свой личный свод то есть какие мои сильные стороны все теоретики и практики мира говорят что не надо вообще заниматься сильно с тем как что твои слабые стороны это ты в основном занимайся и укреплять свои сильные стороны используя свои возможности также и у проекта есть такие вещи и мы об этом поговорим дальше мы с вами остановимся на том что у многих возникают вопросы и не до или даже недопонимания просто непонимание значит что такое что происходит в объединенных арабских эмиратах поверхностно мы видим да что происходит там идет стройка мощная инновационный центр строится там будет институт или университет и так далее и так далее а какие возможности там есть кто-то говорит что это адресные проекты кто-то еще что-то говорит что-то услышал что-то понял что-то не понял я просто прокомментирую не вдаваясь в особые подробности просто для такого как бы но скажем понимание что что это есть и как мы это дело как я это дело понимаю многих деталей и я не знаю потому что они закрытые детали и это естественно когда когда я например задавал вопрос анатолий дардович и он сказал ну слушайте это договор закрытый договор я могу только об общим сказать а детали договора не дай бог они где-то всплывут есть только два источника или от меня или от от другой стороны и не дай бог что это произойдет потому что мы уже наклебались того когда где-то что-то просачивается это и это дело используется не в облаго и не в нашу пользу ладно бы во благо и не в нашу а то вообще не во благо и не в нашу пользу так что тут двойной проигрыш ответы на вопросы я постоянно четвертое место потому что вопросов много и дальше тогда еще раз осуществляя содержание адресного проекта немножко поговорю вьетнам и другие регионы очень коротко покажу картинки и прокомментирую и и остановлюсь на том что что фактически чем мы занимаемся по отношению к адресным проектам кроме того что фактически skyway capital является с другой стороны еще и площадкой для сбора и как бы подготовки инвестиций в сертификацию основной технологии и там как раз сегодня тут и в вопросах есть интересный вопрос а потом его прокомментируем и так давайте стрелять по очереди как говорили мюллер штирлицу смотрите значит что у нас сегодня есть вот длинный путь до 2014 года это пройден этап 2014 15 год это приземление экотехнопарк приземление то есть земля выяснилось только к сентябрю 2015 года и начались определенные работы начало строительство 2015 год то есть первый такие основной строительство 2016 год 17 год и начало сертификацию 2017 году 2017 19 год то есть мы сейчас находимся уже видна сертификации подготовка адресных проектов тотальная подготовка идет их десятки вот то что кто-то где-то декларирует я потом еще об этом скажу вот реально то что идет подготовка пилотных проектов по крайней мере мы это так понимаем и пришли к четкому выводу общаясь ну скажем очень компетентными людьми с министрами заведующими департаментов строительства и транспорта и так далее так далее начало строительство по адресным проектом да в этом году дойдет да в принципе в шарже то есть адресный проект все правильно есть несколько проектов кто-то спросит а что с сан бернардино да он был подготовлен по нему сделан бизнес-план все сделано но не складывается пока схема финансирования нашего наших партнеров мы не имеем права рисковать ничем не привлекать значит ваших средств пока мы не знаем как будет финансироваться весь проект поэтому пока мы на свой страх и риск вели на свои средства вели все подготовительные работы он находится в определенной стадии и так далее так далее целый ряд еще других проектов я уже боюсь о них как-то более основательно говорить потому что в жизни жизни проект каждый проживает свои определенные циклы дальше у нас 2019 2021 год это завершение основных сертификаций есть там вопрос значит а что нас вообще ожидает там есть такой вопрос один я его сейчас уже вопрос отравили чтобы предоставить предоставить скайвей 2020-21 году вот 2020-21 году начиная с 2019 года будет развиваться и завершаться сертификация высокоскоростного транспорта он очень важен второе это будет очень мощно расти его сейчас пока головная компания и зао струнные технологии не как бы не ускоряет эту работу как я понимаю я может могу ошибиться я спрашивал никто в меня внятно не сказал мне но мне есть такое чувство что все что с контейнерами связано это будет мощно идти уже под конкретный заказ как только заказ формируется несколько заказов сейчас формируются и тогда пойдет финансирование пойдут работы потому что средств именно человеческих ресурсов или персонал как бы специалистов ресурс специалистов достаточно ограничен более 800 человек уже работают основной значит зао струнные технологии и мы уже слышали видели у нас здесь на сайте что и других источниках информации что расширилась бюро конструкторская еще пришлось арендовать помещение еще где-то там в другом месте в минске потому что не умещаемся не вмещаемся на дзержинского на том этаже где у нас была большая группа не умещается здание которое было приобретено и здесь пришлось еще взять то есть идет эта работа и то что касается контейнеров и перевозок это очень важный вопрос это он будет тоже развиваться и получать потому что там целый ряд очень интересных решений которые требуется еще и отработать сертифицировать потому что перевозка грузов это очень важно так точно так же как и пассажиры то есть это есть развитие технологий сковей контейнерной перевозки в основном проекте не было если вы посмотрите бизнес-план так что было просто перевозка и так называемый грузовая перевозка вот а конкретно предполагалось там нечто другое и контейнерная перевозка была принята в ходе работы начиная по моему с конца 2016 года пошли только начали думать в этом направлении выход на и силу и на и пиво это очень важно потому что я думаю так что на и силу мы выйдем раньше скорее всего мой прогноз извините это мой прогноз я повторяю если вот сегодня я как я полагаю что я в какой-то степени эксперт я считаю что значит очень близки айсио по нескольким адресным проектом их надо финансировать даст бог сложится значит все и айсио будет проведено или на нашей собственной платформе если она к тому времени будет настолько дееспособно и акцептированно и лицензировано кстати это тоже процесс непростой или же это будет под адресный проект проведено на существующий какой-то из скажем акцептированных крипто сообществом платформ айпио айпио очень важно я думаю что в этом периоде она будет подготовлена и так вот где-то мне говорит мое внутреннее чувство что в 2021 году можно будет скажем смотреть на это что будут основания выводить ее выводить эти компании евразия на релоскаве систем с холдинг на биржу а это займет определенное время начинать его надо будет конце этого года или в следующем начале сразу следующего года чтобы двадцать первом году выйти где-то на биржу ценных бумаг с предложением свободных акций этих евразия на релоскаве систем с холдинг холдинг 2 холдинг 3 создание транспортной сети транснет то есть в конечном итоге начинает формироваться структура все эти отрезочки которые мы пилотные начинают они в конечном итоге не являя они являются элементами более широких более основательных систем транспортных систем транспортных трасс на основе технологий skyway причем можно сказать так что сеть транснет это не только skyway это мое понимание я может быть ошибаюсь но я так думаю что я близок к истине что мы в любом случае желаем мы того или нет мы будем стыковаться из так называемые мультимодальными или много многовариантными транспортными центрами ну например как таковым является какой-то аэропорт тот же самый внуково тот же самый ну я не знаю там значит в питере пулково который который подходит там автобус подходят какие-то микроавтобусы подходит железная дорога определенный какой-то там отрезок да и будет наше наши значит транспорт тоже эту развязку обслуживать это будет общая система то есть можно будет пересаживаться продвигаться более выгодно более быстро более безопасно то есть это будет все создание транспортной транспортной сети транснет это шаг за шагом будет развиваться и идти дальше теперь что мы имеем строительство адресных проектов это в объединенных арабовских эмиратах европе целый ряд сейчас разрабатывается вот вьетнаме в африке южной америки индонезии индии индия абсолютно каждый проект ждет свое время на кавказе на кавказе я даже не конкретизирую где и в соединенных штатах америки остальное находится под вопросом но есть еще целый ряд если проспекулировать то можно еще назвать целый ряд стран которые сюда можно выстроить в ряд вот теперь что мы имеем сегодня мы имеем четко экотехнопарк где капитализируются наши инвестиции марина ворка республика беларусь зоо струнные технологии и сейчас мы видим что средства капитализируется инновационный центр skyway шарджа объединенные арабские эмираты это skyway green tech то есть видите процесс продвигается сегодня могу вам сказать так что одна очень известная я не уполномочен называть эту компанию финансовая структура которая обеспечивает инвестиции и является площадкой которая лицензирована для скажем финансовых накоплений в проекты она была два дня в Минске она про ну как сказать про аудитировала что ли на своем уровне что происходит в нашем производстве что происходит в экотехнопарке в прошлый раз они были чуть больше где-то около десяти месяцев назад там и они сказали друзья ну вы очень мощно развиваетесь мы знаем много проектов вы являетесь почти что если не сказать первыми потому что если еще сделать экономический анализ то было бы вообще и мы уверены что вы практически очень интенсивно развивающийся капитализирующийся проект и нам вы интересны они сделали ряд предложений которые сейчас будут обсуждаться будут готовиться вот анатолий даровичу сделаны там были предложения он ну скажем так задумался и взял тайм-аут на определенное время чтобы это дело подготовить скажем так как нам этим воспользоваться дальше поэтому дорогие друзья здесь таковы наши перспективы и значит что там у нас было чтобы я не заболтал вас сжат о перспективе значит что еще о перспективе можно сказать ага смотрите я не буду говорить за 2015-2018 и там что становление инвестиционного процесса и так далее и так далее создание команд мотивация поддержка информационная освоение регионов процесс продолжается глобал транспорт инвестмент но для того чтобы идти дальше был создан нами это специалистами был создан всемирный фонд экопланета всемирный фонд экопланета готовится он не создан готовится он должен созреть должен быть заказ должно быть четкое предложение что мы предлагаем тем кто будет входить в клон фонд кооперации инвесторов скайвей вот и скайвей капитал в евросоюзе создан это для того зачем это создано кому то просто так пришло в голову давайте создадим нет это создание организационной правовой базы для реализации адресных проектов потому что скажем так чем больше адресных проектов реализуется тем выгоднее нам всем дорогие друзья ведь это наша база даже не строительство а эксплуатация является базой для накопления сумм доходов и прибыли для получения дивидендов потом из global транспорт инвест выход на дополнительные рынки инвестиции в адресные проекты вот для чего это сделано укрепление инвестиционного процесса инвест команды то есть сейчас есть целый ряд лидеров которые очень четко поняли что они являются ну как бы руководителем предприятий с теми людьми которые готовы с ними идти дублировать это дело они прошли систему обучения определенную есть возможность еще дальше этим заниматься но это развивается и плюс локальные айсио то есть так называемое крипто размещение которые по проектам будут они могут участвовать и даже если их не будет они могут все равно участвовать через фонд кооперации инвесторов в дальнейшем в проектах адресных проектов инициации комплексного обеспечения адресных проектов это мощнейшая работа это подспорье которое будет помогать дополнительно к тому что делать GTI в том же в те же Арабских Эмиратах где бы то ни было еще в другом месте в мире и участие в создании транспортной сети эксплуатации по мере своих способностей и возможностей вот основное что Skyway Capital сейчас развивает теперь свод то есть сильные стороны слабости возможности и опасности это было сделано еще в 2016 году потихонечку наращивание какие наши сильные стороны я сейчас не буду сильно тут вы сами умеете читать да важно то что народное кредитование и так называемое финансирование даже такого понятия еще нету краудфайнансинг но оно будет практически если мы его правильно опишем если надо надо будет колоссальная потребность в новом транспорте это вообще вот чем больше ездишь тем больше убеждаешься что ну все дышать уже нечего например у нас есть партнер в Санкт-Петербурге который партнеры это мощная компания которая готовит там некие проекты и они увидели что а зачем нам вообще с кем-то там с трамвайной там с метро конкурировать есть целый ряд решений а не транспортники где они говорят только Skyway можно решить это все там другого варианта нет не монорельс не подвесной транспорт ничего только Skyway там целый ряд аспектов которые решает только можно решить за счет Skyway это очень мощный элемент дорогие друзья вот поэтому колоссальная потребность в этом деле и конечно компании компании евразин Real Skyway Systems Holding на биржу и IPO это сильные стороны мы их выводим вот компании идут туда теперь слабости у нас нет компетенций мы закупаем выводы акций на IPO но более-менее сейчас нас консультируют и мы знаем что можно делать в период пред размещения что нельзя делать даже скажем так создание вот этих двух двух евразин Real Skyway 2 и 3 они продиктованы вот этим делом дорогие друзья закрытость создания внутреннего рынка до сих пор закрытость и будет ли он вообще если он будет он скорее всего будет на базе платформы которая создается крипто платформы потому что другую иную я не вижу такой необходимости сегодня делать то есть это в принципе нет необходимости вполне достаточно будет сделать на крипто основе акции не имеют рынка до выхода на биржу да это слабость они не имеют рынка как ты верти как не крути рынок только один в одну сторону на полку в реестр в регистр недостатки инвестплатформы и правовой базы нас клюют как только могут мы сейчас максимально как бы ну обезопасились вот но тем не менее все равно неприятности бывают потому что просто ну нахально наезжают вот и все приходится отбиваться юристы помогают мы более-менее знаем как это делать и процесс практически продвигается положительно для нас недофинансирование проекта это тоже факт дорогие друзья наша слабость то что с одной стороны это слабость что мы практически от плана от плана бизнес-плана отстаем или скажем продвинулись на два с половиной года фактически в 2017 году по идее по плану надо было уже завершать все сертификации и так далее а мы еще скоростной высокоскоростной транспорт будем в этом году начинать сертифицировать в шаржи понятно да это тоже слабость консервативность банковских систем ну тут вообще речи нет вы знаете что банковские системы докатились до того что прошла тут информация например в эстонии три четыре пять шесть банков и больше половины из них три три опростоволосились вместе со всеми европейскими банками в отмывке денег на протяжении на протяжении дорогие друзья вы вдумайтесь с 2006 года куда смотрел финансовый надзор дорогие друзья он смотрел на то что кто-то где-то не то делает а банки отмывали колоссальнейшие деньги сейчас судебные процессы начинаются евросоюз евросоюз принял директиву и постановление о создании прокуратуры евросоюза это не от хорошей жизни это от того что коррумпировано все и в первую очередь прокуратура для того чтобы разбираться и скажем так при пресекать злоупотребление в проектах финансир которые финансируются евросоюзом урезаются средства для проекта евросоюза и так далее то есть здесь я не буду больше комитетом инвесторы подключаются к рынку с 80 181 дня это дня ipo ну это такая слабость не слабость это можно ее отсюда выбросить отсутствие отсутствие дело в том что как только я поясню как только мы выходим на ipo то выводится обычно необычно а вот по правилам выводится свободные акции евразин всех они выводятся на ipo и с ними начинаются торги рынок реагирует и только 181 дня все остальные владельцы которые уже владеют то есть это мы с вами дорогие друзья сможем выйти туда слабость не слабость это факт отсутствие навыков комплексного обеспечения адресных проектов да нет такого приходится его обретать по ходу масса вопросов возникает когда мы разбираемся которые приходится выяснять 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 обращаться к строителям и так далее но это опыт дефицит сквалифицированных кадров это самый вот я бы его поставил вообще на первое место здесь это наша первая слабость потому что объявления 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 людей не хватает а дальше еще больше возможности тут я не буду больше комментировать значит риски риски все тоже ясно заторможенность реглобализации то есть риском является то что мир глобализировался и сейчас реглобализируется то есть старается как бы перейти на региональное развитие на региональное обеспечение и так далее вот и это заторможено и поэтому еще влияют так называемые глобальные схемы влияют на изменения на какие-то развития это на нас тоже для нас является определенной опасностью но до времени когда уже совсем прижмет вьетнамцы сказали что у них осталось всего пять лет вот если в течение пяти лет они не найдут решение то через пять лет можно кричать караул на каждом перекрестке отсутствие мышления отставания мышления от процесса развития нападки на стороны различных со стороны различных доброжелателей это будет только нарастать вот саботаж на различных уровнях процессе это тоже можно будет ожидать но против этого всего есть лекарство так что ничего страшного здесь нет и поэтому когда начинается анализ тогда она смотрит ага сильные стороны как значит их усилить какие слабости за счет возможностей перекрываются и как нейтрализовать опасности вот и все это анализ свод анализ как правило обычно теперь смотрите друзья значит времени уже почти полчаса прошло очень быстро я напомню глобал транспорту то есть вот мы компания вот для нас важно является компания по эксплуатации даже не по строительству вот и сегодня у нас в этом могут участвовать инвесторы в зависимости от того сколько они инвестировали инвесторы могут быть большие уже акционеры и не акционеры они могут прямо инвестировать в проект и тогда они будут находиться и здесь тоже в этой компании если они будут это все зависит от условий фонд кооперации этих же самых он тоже может процент проявляется но для нас здесь что самое важное скале капитал тоже может здесь быть если это его проект вот но самое важное то что глобал глобал транспорт инвестмент владелец технологий скале как минимум в этой компании будет иметь 25 процент как минимум не факт что это этими ограничивается от 25 процентов и выше это значит мы с вами будем иметь это мы отсюда можем oper и мы отсюда можем масса но здесь мы будем иметь с каждого такого проекта а отсюда мы будем ходить то только с конкретного проекта понятно да отсюда идут дивиденды инвесторам в проекты и естественно идут сюда далее мы смотрим значит что она для нас важно для нас важно то что по арабским эмиратам Здесь у нас создано совместное предприятие, прошла информация и она сохранилась, что там участие 60 на 40, GTI 60%, арабские партнеры 40%, и компании по эксплуатации транспорта, когда будет составаться, то вот это предприятие, совместное предприятие будет там участвовать. Но уже вот этот паритет, который не паритет, а такое соотношение, туда заложен. Сколько процентов, это будет зависеть от того, сколько будут какие-то фонды или инвесторы сюда вкладывать в этот проект, когда он будет собираться так, и сколько будут акционеры еще дополнительно через фонд копирации, и сколько еще кто-то будет вкладывать. А дальше будут идти дивиденды от эксплуатации в результате каждого адресного проекта, который отсюда осуществляется. Он не обязательно будет во всех так, потому что я вам показал, что будет целый ряд проектов, где будет просто GTI участвовать. Так что есть регионы, у них есть соглашения, но мы тем самым очень сильно усилили свои позиции на международной арене. И это нам очень важно, и поэтому это есть реальность, которую мы просто учитываем. И отсюда будут идти дивиденды, идти в это предприятие, это предприятие будет отдавать, соответственно, для GTI будет отдавать 60%, для партнера 40%, GTI будет эти 60% полученные из этих проектов отсюда, они суммируются в общие доходы, и в конечном итоге рассчитываются в сумме те прибыль, которая распределяется 20 на 80. То есть 20% уходит инвесторам в Евразия НРЭЛ Скаве Систем Холдинг, Холдинг 2, Холдинг 3. Вот, дальше, дорогие друзья, важно понимать, я еще раз напомню, что адресный проект, мы подходим, и это дает возможность позиционироваться намного выгоднее по сравнению с другими видами транспорта. Он входит как транспортная структура по технологии сковей, это ядро или же основной ствол, на который одеваются все остальные возможные инфраструктурные составляющие, кластеры. Это трубопроводы, это световоды или так называемые каналы передачи информации по нашим структурам, это парковочные дома и кассеты парковочные, это электромобили и дроны, это агрокомплексы, это логистика перевозки пассажиров и грузов сопряжения с существующей транспортной сетью. Это там целая интересная история, экотехнологии, очистки планеты, это энергетические решения, с одной стороны уборка и переработка мусора и отходов, с другой стороны выработка электроэнергии, линейные города и поселения с социально-экономическим наполнением. Но, как правило, здесь есть два составляющие, это транспортная, то есть проект на транспорт и с другой стороны транспортные инфраструктурные проекты возможных партнеров. Мы стыкуемся и решаем, совместно решаем задачи так называемой создания сети Транснет, то есть общего транспорта. Что человек садится в одном месте и он знает, где он продвигается на линии сковей, где он пользуется метро, но он из точки А в точку Б или же в С, Д, Е, куда ему нужно, попадает. И там он имеет тоже возможность дальше двигаться и это все у него заложено в смартфон. То есть это колоссальная система и это все разрабатывается, дорогие друзья, и это важно, этот инструмент, этот механизм используется. Но подходить нужно и мы подходим как кластер, то есть гроздь многих других вещей. Не только транспортная линия, но еще другие сопутствующие. И это все является источником общей прибыли, общего дохода и общей прибыли. То есть все остальное начинает работать на то. Но связующим основным звеном является транспортная структура, которую мы берем за основу. На ней это дело развивается. Еще раз последний раз по поводу этапов адресного проекта, чтобы понимать, что такое адресный проект. С той момента, когда произошла инициация, проходит 5-6, а иногда и полтора года до того, пока произойдет привязка сертификатов по конкретному региону, конкретному проекту. Проходит целый ряд, 3 этапа. Четвертый этап выходим только на проектные изыскательские решения и на создание документации для того, чтобы начинать строительство. То есть это полтора года, полтора-два года. И дальше идет полтора, два, три, четыре, пять, в зависимости от того, что и сколько мы строим. Дальше и только после этого начинается эксплуатационная фаза. Поэтому иллюзии строить не надо, но каждый проект есть проект, его надо реализовать. Это мощные транспортные проекты. И они требуют времени. Сертификации привязываются по конкретным регионам. И самое важное еще понимать то, что у нас в каждом регионе будет своя привязка. Но сейчас сертификаты на высокой системе, на высоком уровне они имеются. Вот, например, я просто еще раз покажу вам, что У-4-210. Здесь это комплект оборудования подвижного состава. Это продукция, которая сертифицирована. Состоящая из частей. Тяговый привод, система управления, накопитель энергии, система микроклимата, система пожаротушения, рама тягового модуля в сборе с ходовой частью, то есть со всеми мотор-колесами. Модуль пассажирский, то есть сама кабина или корпус этого самого. Они все сертифицированы. Это значит, что они прошли сертификаты. Теперь, если мы это начинаем делать во Вьетнаме, или в Швейцарии, или во Франции, или же в Шарже той же, это надо будет привязать и посмотреть, насколько отличаются параметры, по которым эта сертификация происходила здесь. Те меньше, выше, что-то надо доделать, что-то надо довести и так далее. Все, получается привязка сертификата через проектную документацию и так далее. То есть это тоже все элементы, скажем, системы и той деятельности, которая осуществляется. И напоследок я, наверное, закончу сейчас здесь весь текст и перейду тогда в конце к вопросам, дорогие друзья. Смотрите, что нам, значит, как мы вообще подходим к делу. Мы всегда думали, что мы сразу четко начинаем адресный проект и все. Но видите ли, адресный проект просто начать в каком-то новом регионе непросто. Это показала практика, и поэтому везде нужен партнер в этом регионе. И вот здесь пример. GTI у нас является владельцем технологии. Ну вот, создается первым стартовым элементом является пилотный проект. Когда мы знаем, что есть пилотный проект, мы проиницировали, подготовили его. Партнер в конкретном регионе. Моя вариант с Ковей Кэпиталом. Здесь может быть СВИК, здесь может быть любая какая-то из компаний, основной головной компании. Пилотный проект. Что это дает в первую очередь? Это привязка сертификатов осуществляется в этом конкретном регионе. Проектная документация в этом конкретном регионе. И сертификация подрядчика. Это практически все было пройдено в Австралии. Этот процесс начинался в Индии. Этот процесс идет сейчас в Шаржи, в Объединенных Арабских. Этот процесс идет в Вьетнаме. Этот процесс идет в Европе. А вот дальше уже, когда мы прошли пилотный проект, отработали все, имеет смысл создание одного или нескольких совместных предприятий. Joint Venture. Который будет в дальнейшем, в этом регионе, о котором договариваются, вести так называемые адресные проекты. От Б, С, Д до Н и так далее. То есть, вот основной подход, который абсолютно работает. И что очень важно, что нам надо еще понимать, вот вы, кто там есть с другой стороны, что по сравнению с другими транспортными системами, вот транспортные эстакады или путь, так называемый, транспортный путь, по которому двигаются транспортные средства, он всего составляет у нас 22% в том, когда мы говорили. А когда мы сравниваем, например, делали мы во Вьетнаме с Монорельсом, там вся стоимость заложена. А у нас закладывается все вместе с подвижным составом, когда мы говорим, что это 7 миллионов один километр, то там все. Но мы понимаем, что 59% стоимости километра составляет подвижной состав, который на этот конкретный проект накладывается. И поэтому, чем длиннее трасса, тем дешевле становится единица, как правило, ну, конечно, зависит от нагрузки, но, практика показывает, становится стоимость строительства одного километра. Это просто понимать, что 22% это транспортные эстакады, подвижной состав 59%. Это в одном конкретном случае, это не всегда совсем так, но почти что так. Инфраструктура это 9%, проектные изыскательские работы 6% и прочие расходы 4%. То есть это понимать, это так называемая структура капитальных вложений в проект. И напоследок по этой тематике я хочу сказать, инициация адресного проекта, все, проект начинается еще с инициации, пилотный адресный проект, совместное предприятие, комплексное обеспечение адресных проектов, строительство и эксплуатации. Это дает в конкретном регионе, вот вьетнамцы там просто вот падают, когда им говорят, что это рабочие места, это приток инвестиций в регион, в страну, рост внутреннего валового продукта, с которым все носятся. А самое главное, это просто их положило на лопатки, когда мы сказали, чтобы поймите, что в конечном итоге участие населения страны в своих национальных транспортных проектах. Доселье, когда вам китайцы или японцы предлагают, они говорят, да, давайте деньги, мы вам дадим деньги, давайте построим, но 50 лет ваш народ и вы будете расплачиваться. И теперь другая картина. Мы говорим, что давайте вместе с народом найдем деньги, народ вложится, построим и народ будет получать источник, это для них станет источником их дополнительных доходов в виде дивидендов. И еще одна выгода, время налогов снижается на людей. Когда эксперты посмотрели, что значит для прибалтийских государств строительство Рейл Балтики, то это вообще был мрак, какая нагрузка ляжет на два поколения, на два поколения, на 50 лет, на людей, которым придется это делать. Хотя при том, что почти 80% собирался оплачивать Евросоюз из этого проекта. А сейчас вообще такие факты, я даже боюсь сейчас вам громогласно об этом говорить, пока официально об этом где-то не сказали, более четко. Потому что выяснились такие корруптивные схемы, что, например, взятки, которые получала президент Литвы, это вообще слезы мышки по сравнению со всем остальным. Понимаете? То есть очень, очень все непросто. Таким образом, плавно переходим с вами. А, еще, пока, значит, я приду к вопросам, а вопросы я могу еще продлить, значит, я вам быстро покажу и расскажу про Ханой. Картина, значит, видите, здесь сейчас мы видим картинка. Это Министерство транспорта, куда мы ходили. Тут все виды транспорта у них показаны, да? Здесь Франтишек, здесь наш партнер из компании Дайвет. Значит, здесь в этом министерстве глава департамента, вернее, он замминистра по транспорту, инновационному транспорту, по транспорту и инвестициям, извиняюсь. Вот, здесь его руководитель департамента железных дорог, который очень проникся проекту. А здесь у нас руководитель Дайвет, и это председатель совета акционеров Дайвет, эта компания. Вот, мы с ними переговорили, договорились, они согласились участвовать в рабочей группе по созданию пилотного проекта, который мы вместе с Дайвет делаем, и с ними мы, в принципе, подписали. Видите, здесь я подписываю, Франтишек Солар ждет поставить свою подпись, а здесь директор Дайвет и член правления ждет тоже, он даст свою подпись. Вот, мы как раз обсуждали там создание джоинт-венчера и поиск проектов. Практически целый день разбирали различные варианты, они очень интересные схемы показывали по тому, что происходит в Хошимине, Сайгон. Вот, и идем дальше. И вот мы на выходе с министерства, там картина одного моста, который у них существует, это региональный куратор Тео, а это ваш покорный слуга Владимир Маслов. Из последней поездки во Вьетнам, и похоже, что туда придется еще очень много ездить, но уже будут специалисты больше ездить, когда мы все там утрясем. Теперь, значит, теперь, дорогие друзья, дальше посмотрим, что там у нас вопросы были. Я начну читать вопросы, но, ага, значит, ответы на вопросы. Смотрите, я буду с листика читать. Значит, первый вопрос от Александра. Программа обучения для создания кадрового резерва в Skyway Capital. Является ли данный вопрос актуальным на ближайшее время? На какой стадии находится внедрение этой программы? Есть ли какие-то сроки введения в действие данной программы? Значит, скажу прямо, бежал ваш покорный слуга впереди паровоза, это все пока лежит в определенной стадии, и потихонечку, потихонечку, как бы, в форме, ну, скажем, свободной форме дорабатывается. Нет ресурса, я вам скажу прямо, вот, ресурса финансовая и людьми, с которыми можно работать, это можно заказать и положить на стол, но, извините, средств пока нет. Зависим от, и кроме того, мы еще зависим от стратегии головной компании в шарже, потому что сегодня еще не совсем ясно, не совсем ясно, такого был ответ, что будет, значит, и как будет функционировать университет или институт, который будет в инновационном центре создаваться. Есть основания полагать, что это он будет ориентирован в основном на так называемый инженерно-технический персонал, вот, у нас появится тогда возможность сориентировать свои дела на, ну, как бы, на обеспечение кадрового потенциала именно по управлению, и по управлению и транспортным проектом, как управляющие проекта, и управление различными другими проектами, ведь, видели, кластер, кластер содержит очень много проектов, начиная от переработки мусора и кончая, кончая, значит, эко-поселениями, эко-городами, линейным городом и так далее. А это все требует массу специалистов для того, чтобы обеспечить социально-экономическое пространство, его управление, им управлять старыми методами уже нельзя, но надо полагаться на законодательство, которое существует в конкретном регионе, где это будет происходить, и для этого нужны новые специалисты. Поэтому вот такой у него вопрос. Вопрос от Владимира, Александра и Анжелы. Будет ли внутренняя биржа, какие новости по этой теме? Есть ли возможность передать, перерегистрировать часть своих пакетов доли своим детям? Или это только нотариальным путем? Только нотариальным путем, потому что они есть, если есть дети, то можно нотариально перерегистрировать, но оно вступит в силу с момента, когда будут акции выведены на биржу. Никаких изменений в компании до того момента делаться не будут. Вот у меня такая информация. Как сохранить за собой пакет акций при вступлении в брак? Спрятать его! Я извиняюсь за шутку дурацкую. Возможно ли передача пакетов ближайшему родственнику, например, маме? Тоже акционер. Это кто-то, наверное, подумал или спросил, что вот, я женюсь, не совсем уверен в лояльности моей будущей супруги, и на всякий случай я до этого передам кому-то, кто мне более лоялен. Ну кто же, кроме матери, как правило? Как правило, но бывает там тоже исключение, более лояль. Нет, это невозможно. Действует, смотри, предыдущий пункт. Как сохранить за... Просто остается за вами. Вы можете сохранить еще таким образом, что если вы не сильно доверяете, а в Европе эта практика очень распространена, когда люди, вступающие в брак, очень четко на входе, когда они садятся в лодку, договариваются, что все то, что было нажито до того, как они сели в лодку, является персональной собственностью каждого из них. Все очень просто решается. Или же не все то, а вот именно акции, которые приобрел Иван Иванович, являются его собственностью, и он имеет право ими распоряжаться по своему усмотрению. Все он может дарить детям, матери, кому угодно потом. И это все можно обговаривать в этом соглашении или договоре, брачном договоре, он по-разному называется. Ну, примерно смысл такой. Что представит Скавей в 2020-2021 году, об этом я уже говорил. Вот. Вопрос Александра от Альоны. Что скажете о создании Хавратовым закрытого клуба владельцев крипто-юнита? В курсе ли этого Юницкий, дал ли он добро на это? Вы знаете, я этого не знаю, в курсе он или нет. Я думаю, что что-то он слышал об этом. Но извините, а кто может запретить Хавратову создавать, или вам, или мне создавать какой-то клуб владельцев крипто-юнита? Да бога ради. Никаким законом, никаким этим самым. Потому что надо посмотреть, каково содержание всего этого дела. Я не в курсе, хотя я беседовал несколько дней назад с Андреем Хавратовым. Значит, мы по московскому проекту согласовывали там наши совместные действия. У нас там есть стыковка очень интересная. И есть возможность очень хорошей кооперации. Когда мы просто колоссально можем дополнить два проекта. Они будут работать в общих интересах, дорогие друзья. Понимаете? Поэтому об этом я не знаю, и поэтому большего здесь не могу сказать. Хавратов на вебинаре, второй вопрос. 28.02 сказал, что в апреле возможен переход на 15 этап. А через 3-5 месяцев до августа хотим закрыть вход в коренную компанию. Значит, это дословно тут переводится, как цитата его. Сразу видно, что профессор конкретно называет конкретные реалии. Ваше мнение на этот тезис? Ну, называет это опять-таки не конкретные реалии, дорогие друзья. Это как эксперт Хавратов предполагает. Я могу здесь поспекулировать, но не буду это делать по определенным причинам. Мог бы и покритиковать, но это тоже некорректно. Потому что я не знаю деталей, почему и как Андрей это сделал. Поэтому обратитесь к нему, он вам это скажет. Не спекулируйте на том, чтобы я тут что-то вам куда-то подкинул. Значит, достаточно ли сейчас инвестирования и закрываем ли мы вход до конца этого года? Закроем. Потому что инвестирования пока недостаточно. Но есть целый ряд крупных инвесторов, которые при определенных условиях могут вступить. Те же самые арабы могут вложить свои средства на раз-два просто. Но там есть ограничения, что это не так просто сделать сразу. Вот, поэтому, может, как вариант, может быть, Хавратову удастся сделать это крипто-юнит, набрать колоссальную сумму денег, например, да, и, бога ради, чудеса в природе бывают. И он придет и скажет, дорогие друзья, вот, все, зафинансировали, а средств надо немало. Что вы думаете, просто так было открыто Евразия, Нарелска, Вестисленд Холдинг 3? Потому что инвестиций надо больше, чем было по плану. Потому что расширился круг расходов, которые по сравнению с бизнес-планом. Вот, теперь что еще, значит, достаточно, если выходит в угол. Коренная компания, коренная компания, первый адресный проект Эмираты. Хавратов, адресный проект Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. Ну, по поводу этого проекта я тоже мог бы пошутить, но не буду это делать, это некорректно. Вот, проект еще созреть должен. Это не проект еще, дорогие друзья. Это равно, как мы раскидывали и говорили, вот у нас уже проект есть в Индии. Где он сейчас, этот проект? Он лежит и ждет свое время. Вот, проект есть тогда, когда мы пользуемся и есть прямое финансирование, оно поступило. Не только авансовый расчет или авансовый платеж, а уже есть так называемая гарантированная банком платеж. То есть, что это значит? Это значит, заказчик, если таковой есть, он говорит, вот я зарезервировал средства, там 2 миллиарда на этот проект. Они вот в банке, банк говорит, да, я подтверждаю эту гарантию. Вот это и есть проект, дорогие друзья. Если такого нет, ничего нет. Это равно, как и у нас с Сан-Бернардином. Пока этой средств нет, нет проекта еще. Есть много суеты вокруг проекта, но проекта как такового еще нет адресного проекта. Есть предпроектные работы. Это большая разница, как говорят в Одессе. Две больших даже разницы. Вот. Поэтому работы ведутся. Что касается московского, я даже сказал бы так, что если говорить об Андрее Хавратове или о Свиге, то там более реальная работа ведется в московском проекте. Там действительно реальная работа. Пилотный проект очень мощно ведется. Молодцы. Хорошие специалисты наняты. Ничего не скажешь. А в Санкт-Петербург, Владивосток, там надо еще поработать и скоперироваться, дорогие друзья. А схемы копирации у нас есть. Так что будем спокойны. Самое важное, что мы двигаемся в правильном направлении. Есть информация, когда компания очередной раз выкупит доли следующих ранних акционеров, не вошедших в число первых пяти тысяч. Нет такой информации. Нет. Я хочу здесь поправить, если быть корректным до конца, то как такового выкупа это и не было. Было так называемое, обмен был на токены. И если быть честным, то до сих пор я еще не знаю, какой это токен. Вот и все. К сожалению или к счастью. Вопрос Александра Людмилы Анны Олега по токенам. Когда состоится запуск токенов? Я уже сказал. Сайт ICO RSV Systems.com Ну, вы знаете, надо ждать. Там есть нюансы. Не уполномочен раскрывать это дело. Не все так всегда складывается, как хотелось бы. Планируется ли в ближайших... Потому что лицензия нужна в конечном итоге, дорогие друзья. Но что толку, что мы сейчас вышли бы и сказали, да, вот у нас вот этот есть, вот. А регуляторы, значит, не скажут, а у вас лицензии нет. Ну да, создали внутреннюю, значит, какую-то игрушку. Это можно, это все можно сделать. Но, как я понимаю, руководство головной компании не хочет больше этого делать. Поэтому пока до конца не сделано, никаких спекуляций не будет. Я считаю, что это правильно. Значит, когда планируется ли в ближайшее время продажа токенов? Могу сказать только по адресным проектам, что по каким-то адресным проектам, токены, если они будут или когда они будут выпускаться, их продажа будет. Что касается токена, которым было заявлено, и который как бы прошел вот здесь у нас по системе, с этим надо ждать. Токены с Кавей имеют отношение только в адресных проектах в Объединенных Арабских Эмиратах или нет? Нет, я считаю, что нет. Это общая, это платформа Skyway, которая готовится для выхода и лицензирована для выхода на международный уровень, на международный рынок. И все проекты потом делают. Зачем? Винске очень просто говорит. Зачем мы будем другим отдавать деньги, когда система может сама зарабатывать? Работая на себя, сама зарабатывает. Понятно, да? Поэтому это общее. Планирует ли Skyway Capital запускать свою крипту? Как про это говорилось? Нет. Свою крипту он и тогда не планировал, Skyway Capital, свою крипту запускать. То, что вы не совсем поняли, когда Алексей в 2017 году ввел целый ряд вместе с Сибиряковым, целый ряд вебинаров, когда говорилось, это не была Skyway Capital крипта, это подготавливалась площадка, которую хотел возглавить и основать Skyway Capital, но для своих целей, для целей адресных, только адресных проектов. Основная, головная компания поняла, что это очень важная вещь и взялась за создание в целом глобальной площадки, платформы для Skyway, которая будет решать не только криптозадачи, не только криптозадачи, а и задачи безопасности на основе технологии, не одной технологии, а технологии блокчейн в целом по проектам. От зарождения проекта до его эксплуатации по всем основным уровням. Теперь вопрос от Ивана. RSV Systems.com является инвестиционной площадкой, то есть фондом. Да, правильно. Но до сих пор не было информации о его представителях. Стоит ли понимать, что фонд Capital частично его дублирует за исключением директоровского состава? Нет, вы знаете, RSV есть RSV, Skyway Capital есть Skyway Capital, SWIG есть SWIG, каждая абсолютно разная платформа. У RSV Systems первая, их концепция несколько иная была с самого начала, и у них, скажем так, минимизирован состав, который управляется и практически за счет дополнительной работы это осуществляют сотрудники головной компании и одной из дочерних компаний. Вопрос от Bayrat. Как и с чего начинать адресный проект? Хороший вопрос. Значит, надо начинать с описания исходной информации для инициации адресного проекта. В ближайшее время он разработан уже департаментом адресных проектов, который мы вот создали в конце прошлого года в Skyway Capital, и сейчас отрабатываем вот этот механизм с головной компанией, вернее, с ЗАО струнными технологиями, да. Вот, очень простенькая схема, которая поможет вам, скажем, тренироваться в описании инициации так называемого технического задания на инициацию адресного проекта. Это первое, с чего нужно начинать. И у нас есть сейчас уже простенький калькулятор, который позволит на коленке рассчитывать целый ряд параметров адресного проекта перед тем, как, ну, как бы, чтобы понимать, стоит с ним дальше идти, не стоит проконсультироваться с департаментом адресных проектов, потому что Минск вообще, он абсолютно перегружен. Я обеседовал в начале недели с Кириллом Бадулиным, он сказал, я у него спросил, Кирилл, вот так честно, значит, у вас есть хоть какой-то резерв? Он говорит, какой резерв? 150% загружен. Нам не хватает людей для того, чтобы решить все задачи. Понятно. И это не только шаржа. То есть, это говорит о том, чтобы вы понимали и ощущали, какая сейчас стоит нагрузка, потому что от этого зависит благополучие, друзья наши. И компании все на это работают. Каждая работает в своем направлении. Но все направлены в одном направлении, в том, чтобы в целом проекты доводились, проходились в строительную фазу, предпроектные фазы, строительную фазу, и выводились на стадию эксплуатации. Это залог нашего с вами успеха, как акционера. Это залог успеха сообщества, в котором мы живем, дорогие друзья. И только это приведет нас к нашему лозунгу «Строй сковей, спасай планету». Так что я благодарю вас за внимание. Мы как раз подошли к времени, когда надо заканчивать вебинар. Я смотрю, что вопросов здесь особо особо нет. А, есть так. Значит, инвесторы были по... Высылайте, значит, эти вопросы. Во-первых, так. Высылайте эти вопросы на сайт или на чат. Я вам отвечу в следующий раз. Просто я ограничен во времени сейчас, друзья. Поэтому благодарю вас за внимание. Всех дам. И дам тех мужчин, которые сегодня участвовали. Я поздравляю с наступающим женским днем. Это день весны. Это день, в общем-то, красоты. Это день женского шарма. Берегите женщин. И будет вам благо. И будет вам счастье, как говорит Малышева. Одним словом, дорогие друзья, берегите друг друга, развивайтесь. И мы с вами построим Skyway. Спасибо. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok